Тверским областным судом с участием прокурора области Максима Жука вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Санкт-Петербурга. Он признан виновным в незаконном производстве, приобретении и хранении наркотических средств и прекурсора к ним. В суде установлено, что обвиняемый действуя в составе организованной преступной группы в период с мая 2023 по январь 2024 года занимался производством наркотических средств. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. Сотрудниками правопорядка в результате оперативно-розыскных мероприятий была ликвидирована подпольная нарколаборатория, оборудованная в жилом доме в Удомельском районе Тверской области. Из незаконного оборота изъято более 4,5 килограммов наркотического средства мифедрон, 29 килограммов прекурсоров наркотиков, а также лабораторное оборудование. Суд приговорил виновного к 16 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в собственность государства дом и земельный участок под ним, приобретенные членом группы для осуществления преступной деятельности. Приговор в законную силу не вступил. 13 июня за Тверецкой набережной, старый Тверецкий мост Твери. Столкновение автомашин Нивы и Шевроле с полуприцепом, перевозившим байк. Шевроле двигалась впереди на небольшой скорости, Нива шла сзади. Мы ехали и всё, и у нас удар тут и всё. Вы сидели на переднем пассажирском? Да. Ударились? Да. Скорую будете вызывать? Пока нет. От удара по полуприцепу повредился бок иномарки. Я ехал просто прямо, со скоростью 40 км в час, он меня догнал. Вы видели, что впереди машина? Да видел, я просто отвлёкся. А-а-а. Отвлёкся, стекло запотевшее, я стал протирать стекло и вот въехал. Понятно. Спасибо. Скорость небольшая была, да? Нет, небольшая. Скорую на место аварии вызывать не стали, хотя пассажирки и иномарки, возможно, потребуется медицинская помощь. Ещё раз обращаемся ко всем участникам дорожного движения. Будьте осторожны и внимательны на дороге. В преддверии Дня России в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области состоялась торжественная церемония приведения к присяге и награждения сотрудников органа принудительного исполнения. Перед вступлением в должность пять судебных приставов принесли присягу соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава. Полгода назад эти молодые сотрудники пополнили ряды Тверского управления и достойно прошли испытательный срок. Молодых сотрудников в день принятия присяги поздравила главный судебный пристав региона, подполковник внутренней службы Надежда Семёнова. Она выразила уверенность в том, что молодые сотрудники, принявшие присягу, будут неукоснительно выполнять требования закона. Напомним, что торжественная церемония присяги в службе проходит несколько раз в год и приурочена государственным праздником. Кроме того, в канун Дня России 30 офицеров службы получили медали Федеральной службы судебных приставов России за службу. Накануне Дня России мы чествуем тех, кто в службе уже долгое время. Сегодня были вручены медали за службу с первой, второй и третьей степени, как сотрудникам управления, так и государственным гражданским служащим. Отрадно видеть, что всё большее количество, конечно же, тех, кто в службе очень долго, это те, кто получают медали именно за службу первой степени. 12 июня сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тверской области обеспечили правопорядок и общественную безопасность во время крестного хода, посвященного переносу древней раки с частицей мощей князя Михаила Тверского в Твери. Мощи святого благоверного князя Михаила Ярослава Тверского перенесли из Воскресенского собора в восстановленный Спасопреображенский кафедральный собор. Накануне помещения храмов и прилегающих территорий обследованы и проверены инженерами ОМОН-БАРС. С личным составом ведомства проведены инструктажи, в том числе о соблюдении ограничительных мер и оказании необходимой помощи обратившихся граждан в рамках предусмотренных полномочий. Безопасность граждан обеспечивали более 100 росгвардейцев.